Здравствуйте! Вы смотрите новости на пятом канале в студии Анастасия Мосина и в начале коротко о главных темах выпуска. Причина обрушения того, что просела наружная стена здания. Дом, крыша которого обрушилась пару недель назад, признали аварийным. Органы власти принимают решение о реконструкции и лесной создании. В Каннске и Каннском районе усиленно готовят избирательные участки к выборам президента Российской Федерации. Этот фестиваль призван поддержать, сохранить культурное, традиционное многообразие народов России в едином российском пространстве. Немцы, грузины, татары и русские представили культуру своих народов на фестивале «Родные кружева». И в начале ДТП с участием тяжелой техники. Накануне в дневное время на 1045-м километре автодороги Р-255 «Сибирь» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием иномарки и трактора. По предварительным данным, причиной аварии стал неудачно совершенный маневр «Обгон». Сказываются на дорожной ситуации и погодные условия. Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в дежурную часть полиции в 15 часов. Выехавшие на место сотрудники ДПС оказали регулирование дорожного движения и приступили к выяснению обстоятельств ДТП с участием «Мазды» и трактора. В настоящее время по факту ДТП возбуждено дело об административном правонарушении. Проводится расследование. По предварительным данным, 55-летний водитель автомобиля «Мазда» после совершения маневра «Обгон» допустил столкновение с впереди движущимся в попутном направлении трактором. В результате дорожно-транспортного происшествия 49-летняя женщина-пассажир автомобиля «Мазда» получила телесное повреждение, была госпитализирована в лечебное учреждение. В связи с изменениями погодных и дорожных условий, сотрудники госавтоинспекции рекомендуют водителям быть более внимательными и осторожными на дороге. Особое внимание нужно обратить на соблюдение безопасного скоростного режима и дистанции. Следует избегать опасных маневров и резкого торможения. С 1 июля в России меняются правила организованных перевозок детей, в том числе и на школьных автобусах. Компании, которые предоставляют эту услугу в обязательном порядке, должны будут оборудовать свои транспортные средства желтыми проблесковыми маячками и на протяжении всей поездки держать их включенными. Ужесточаются требования и к водителям. Они должны иметь права категории D и минимум один год непрерывного стажа. В случае, если данные требования будут нарушены с 1 июля 2018 года, то на водителя будет составлен административный материал с суммой штрафов 3000 рублей, а на юридическое лицо возможен штраф 100 тысяч рублей за данное правонарушение. МКУ ЦФО на данный момент заключает муниципальный контракт на оборудование автобусами в количестве 13 штук. Затраты составят примерно в районе 15-18 тысяч рублей. Это включает в себя установку на транспортное средство и приобретение самого маячка. На перевозку, на затраты на перевозку это никак не повлияет. Жилой дом, кровля которого рухнула в конце прошлого месяца, признан аварийным. Решение вынесла специализированная организация «Холдинг-центр». В течение нескольких дней работники проводили техническую экспертизу дома номер 3 в поселке Сплавном. Подробности в сюжете Анастасия Трикоз. Больше двух недель прошло с того момента, как жизнь тех, кто проживал в этом доме, изменилась. Напомним, 29 января около полуночи крыша над второй половиной здания рухнула, не выдержав тяжести снежной шапки. Само строение было возведено еще в 1938 году. Ветхость конструкции, по мнению специалистов, сыграла также большую роль в случившемся. Причина обрушения того, что просела наружная стена здания, и просто-напросто упала верхнее венцо, верхний венец здания, после чего стропильная система поехала из-за снегового нашего упора. После ряда проведенных проверок специалисты холдинг-центра вынесли окончательное решение – признать дом аварийным. По словам директора организации, выходами из сложившейся ситуации могут стать реконструкция или снос здания. На сегодняшний день практически все жители 12-квартирного дома номер 3 расселены, им предоставили временное жилье. Однако остались те, кто не желает покидать свои квартиры. Окончательное решение по судьбе дома номер 3 в поселке Сплавном органы власти еще не вынесли. Так или иначе, если строение будет снесено, оставшиеся семьи будут расселены в принудительном порядке. Анастасия Трикос, Вячеслав Морозов, Александр Шумелин, телекомпания «Канск», 5 канал. К выборам президента Российской Федерации в Каннске и Каннском районе подготовка идет полным ходом. О том, какие нарушения чаще всего допускают кандидаты и как будут следить за порядком сотрудники полиции в день голосования, расскажет Татьяна Блинкова. Самыми распространенными нарушениями, которые допускают кандидаты в предвыборной гонке, является незаконное изготовление агитационного печатного материала. Потому как все расходы на предвыборную кампанию осуществляются исключительно со счета избирательного фонда с указанием реквизитов. Все образцы агитационных материалов должны быть предъявлены в Центральную избирательную комиссию для утверждения. Некоторые проводят встречи с избирателями без уведомления собственника помещения и самой избирательной комиссии. Все кандидаты находятся в равных условиях и у избирательных комиссий территориальных существует обязанность уведомлять других участников избирательного процесса о том, что проведено то или иное мероприятие, например, встреча с избирателями. Для того, чтобы потом оставшиеся кандидаты могли обратиться к этому же собственнику и собственно говоря, собственник не имеет права отказывать остальным кандидатам. Кандидаты в президенты имеют право агитировать избирателей голосовать за себя или не голосовать за своего оппонента. С 17 февраля все резиденты смогут разместить свои агитационные материалы в СМИ. У них будет 27 дней, чтобы при помощи своих рекламных роликов привлечь максимальное количество граждан. 17 марта в избирательной кампании 2018 года будет объявлен День тишины, то есть запрещены все виды агитации. За день до этого сотрудники полиции примут все избирательные участки на круглосуточную охрану. Все сотрудники полиции будут находиться в режиме повышенной готовности к проведению этих выборов. Примерно будут сотрудников задействованы 255 человек, ориентировочно на проведение всех выборов. Как я уже сказал, за двое суток мы примем на круглосуточную охрану все избирательные участки. Прежде чем принять избирательные участки, мы обследуем их с помощью специальной собаки на предмет взрывчатых веществ, предмет наркотических веществ и так далее. После этого сотрудники полиции заступают в избирательный участок. Всего в Канске 33 избирательных участка. Один из них временный, находится на территории СИЗО номер 5. И 54 участка в Каннском районе. В 2012 году на выборах президента Каннский район обошел Канск по явке избирателей. Они набрали 70%, тогда как в городе явка составила всего 52%. На сегодняшний день совместно с сотрудниками осуществляется осмотр предварительный, где они размещены в рамках определенной безопасности. Также рассматриваются вопросы и планируются резервные помещения в случае непредвиденных ситуаций, чтобы могли не прерывать ход голосования, перенести туда всю избирательную документацию и технический инвентарь для того, чтобы дальше могли избиратели у нас голосовать. То есть, применяются соответствующие меры, все у нас в районе на сегодняшний день в нормальном рабочем режиме. Напомним, что на этих выборах не обошлось без нововведения, благодаря которому избиратели могут проголосовать без открепительного удостоверения по месту нахождения, просто написав заявление в ближайшем избирательном участке. Жители города уже оценили новшества и активно им пользуются. Татьяна Блинкова, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал. Сразу после короткой рекламы расскажем о том, что объединило разные народы в Канске. О юном участнике рубрики «Ищу маму и папу» в честь кого из художников организовали персональную выставку. Также вас ждут новости спорта и прогноз погоды. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Российский трикотаж «Домашний». Площадь Коростелева 2. Все на свете влюблены в аппетитные блины с начинками и маслицем. Ой, как всем нам нравятся! С джемом, с сыром, с ветчиной. Покупай скорее домой. Под такие блинчики вкусно так мечтается. Каждый день их вам печем. Каждому достанутся. Блинчики с маслом, блинчики со сладкими и гастрономическими начинками. Пробуйте во всех павильонах торговой сети возле дома. И в булочной на 40 лет октября 52. Пятый канал расширяет свои информационно-рекламные возможности. Теперь подать объявление вы можете не только в бегущую строку каналов ТНТ и РЕН-ТВ, но и для размещения в вещательной сети Порт Артура. Радиострока – это быстро, недорого, эффективно. Ваше объявление услышат сотни посетителей самого крупного торгового центра Канска. Телефон стола заказов 2 05 20. Встретим долгожданную весну на международном фестивале-конкурсе «Открытая Сибирь». Современное искусство, мода, театр, полк искусства. Проект способствует раскрытию самобытных талантов. Продвижению сибирской красоты позволяет раздвинуть границы и открыться миру. Отборочный этап конкурса пройдет в Канске с 29 марта по 1 апреля. Финал конкурса состоится в Париже. Откроем сибирским талантам «Окно в Европу». Подробнее об условиях участия и порядке подачи заявок на сайте проекта Впервые в Канске. Квиз. Зимняя серия игр объединит самых умных и креативных. Что нужно для того, чтобы оказаться в их числе и попробовать побороться за главный приз 50 тысяч рублей? Собери команду от 2 до 6 человек. Зарегистрируй ее и дерзай. Первая игра состоится в ресторане «Канны» уже 18 февраля. Погружение в традиции наших предков и знакомство с культурой других стран устроили в гимназии номер один. Через народные костюмы, декоративно-прикладное искусство и танцевальные номера школьники узнали о бытии и творчестве коренных народов России и наших соседей. На фестивале «Родные кружева» побывала и наша съемочная группа. Грузины, татары, немцы и русские встретились на одной сцене на зональном фестивале народного творчества «Родные кружева». Такой большой по количеству народностей праздник в Канске прошел впервые. Инициатором и организатором стала гимназия номер один. Этот фестиваль призван поддержать, сохранить культурное, традиционное многообразие народов России в едином российском пространстве. Объединить всех тех, кто любит народное творчество и непременно желает поделиться своим искусством. Георгий представил на фестивале народный грузинский танец. Почти все его предки этой национальности. И хотя семья проживает в Канске, мальчик не на словах, знаком с традициями своего народа. В Грузии там очень много деревень. Там везде ходишь, и там чистые воды, родники. И там очень много животных. Там чистый воздух, очень вкусные блюда, к примеру, сэцы, хачкури и шлы. Еще один коллектив представил культуру татар. Калак из лары, что переводится как «городские девчата», выступают сравнительно недавно. Их песни в основном о любви. Это все началось с того, что стали готовиться к Сабантую. Вы же знаете, в этом году первый раз у нас проходил Сабантуй в городе Канске. Его не было уже 69 лет в Канске. И вот как-то с этого началось у нас это пение, наш маленький коллектив создался. Мы только начинающие, конечно, певцы. Но я думала, у нас все впереди. В традиции русского народа коллективы постарались передать сразу несколькими способами. К примеру, вот так с короговорками, шутками и прибаутками сыпали гости из Каннского района. Сразу несколько участников фестиваля вспомнили о старинном русском инструменте – деревянных ложках. И естественно, не обошлось без зажигательных старинных хороводов – сарафанов с вышивкой. Праздник получился настолько ярким и веселым, что организаторы уже задумались о том, чтобы сделать его традиционным. При этом планируется расширить и географию фестиваля. Ольга Ванеева, Вячеслав Морозов, телекомпания «Каннск», 5 канал. Ищу маму и папу. Под эгидой благотворительного фонда «Открытое сердце» в рамках специального проекта каждую среду в своих выпусках новостей мы рассказываем о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей. Покажи, как ты хорошо умеешь бусинки нанизывать. Ну-ка давай. Вот, молодец. Скромного и доброжелательного Ваню мы застали за занятиями. Малыш немного отставал в развитии и сейчас наверстывает упущенное. Любое дело в его руках спорится. Ванечке нашему три года. Он очень активный, жизнерадостный ребенок. Любит привлечь к себе внимание. Очень любит играть в различные игры. Особенно он любит игры, где много шума. Очень любит продуктивную деятельность. Любит рисовать. Любит лепить из пластилина. Любит, когда его хвалят. Малыш не жаден, а он с радостью делится игрушками и быстро находит общий язык с другими ребятами. Ваня располагает к себе дружелюбным смехом. Привет! Зайчик к тебе пришел. Привет, говорит. Ваня знает некоторые цвета, распознает геометрические фигуры, знает животных и звука подражает им. О, корова! А как мучает наша корова? Молодец! А кто здесь еще? А где лошадка? Где? Покажи мне скорее, а то я так не вижу. Иди, покажи. Покажи, где лошадка? Вот какая у нас лошадка. На занятиях малыш проявляет активность и стремление узнать что-то новое. Все виды продуктивной деятельности вызывают у него интерес. К обучению он очень расположен. Он к нам изначально пришел, он немножко отставал в развитии. А за такой вот небольшой промежуток времени, который у нас находится, у него появилась очень хорошая динамика. Он у нас самостоятельный, полностью сам одевается, сам себя обслуживает, сам ест. Мальчик хороший. У маленького Вани есть пятилетний брат Данил. Полную информацию о семейном устройстве братьев вы можете узнать у специалистов Каннского филиала Центра развития семейных форм воспитания или в отделе опеки и попечительства. Адреса и телефоны вы видите на своем экране. Напомним, проект «Ищу маму и папу» реализуется под эгидой благотворительного фонда «Открытое сердце» Юлии Макартычан при непосредственном участии Центра развития семейных форм воспитания Каннского детского дома и поддержке Каннского педагогического колледжа. Татьяна Лисогор, Александр Шумилин. Специально для рубрики «Ищу маму и папу». «Линии судьбы» выставка под таким названием открылась в детской художественной школе. Ее автор – педагог учебного заведения Ольга Анучина, которая в этом году отмечает свой юбилей. О возрасте говорить с женщинами неприлично, а вот об искусстве именинница пообщалась с удовольствием. Настоящий творческий вечер устроили для именинницы коллеги и ученики. Ольга Владимировна стала одной из первых, кто закончил местную художественную школу, а впоследствии «Линии судьбы» вновь привели ее в стены родной школы. Любимая техника Ольги Владимировны – пастель. На мой взгляд, очень удаются ей работы именно в этой технике, которая позволяет и мягкость передать, и какие-то подчеркнуть нюансы, тональность. Она в основном у нас график. На выставке также будут представлены работы ее выпускников. К слову о выпускниках. За время работы Ольга Владимировна выпустила шесть поколений юных художников. В юбилейный вечер многие пришли, чтобы выразить свою благодарность за труд, внимание и заботу. Благодарность выражалась в добрых словах, цветах и песнях. Вы как заботливая мать, желали умными встать. С теплом заботой окружили. По строке умы доброта, опорой были навсегда. Вы нам во многом помогли. Гордость каждого учителя – ее выпускники. Своим ученикам старается в первую очередь привить любовь к искусству и научить во всем видеть прекрасное. Прекрасное можно увидеть в любом. Идешь по дороге, идешь по улице. Деревья, все снегу, все вынии. Это все прекрасное. Идешь по дороге, смотришь. Просто птицы летают. Это тоже все прекрасное. Яркие живописные работы автора нравятся и юным художникам, и мастерам кисти. Выставка будет действовать в течение месяца. Познакомиться с работами может любой желающий. Ольга Ванеева, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», Пятый канал. И в завершении новости спорта. Более 130 спортсменов выступили на открытом турнире спортшкол по армейскому рукопашному бою в Канске. Эти соревнования стали отборочными на первенство Красноярского края, которое состоится 16-18 февраля. Подопечные тренеров преподавателей Эдуарда Гаджаняна, Евгения Плотникова, Нарайра Осипиана, Александра Якушева и Валентина Казакова показали отличные результаты. Мальчики 10-11 лет в разных весовых категориях завоевали 7 золотых медалей. Парни 13 лет и парни 14-15 лет по 5 медалей наивысшего достоинства. И бойцы в возрасте 16-17 лет взяли три первых места. Девушки тоже постарались, внесли в общую копилку свой вклад – 5 золотых медалей. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Смотрите новые сюжеты наших корреспондентов завтра в это же время. Новости города и района на нашем сайте www.5kanal.info. Всего доброго, до свидания. Новая букетная мастерская «Пион» – воплощение ваших чувств и желаний. Мы не продаем цветы, мы строим отношения. Наши букеты расскажут все о ваших чувствах. «Пион» дарит вам яркие и счастливые моменты. Внимание! «Орбита-сервис» переехала в центр города. А это значит, ремонт вашей электронной техники стал ближе и удобнее. Теперь можно покупать товары для электроники, радиодетали, компьютерную периферию, пульты, антенны, наушники, флешки, мышки и ремонтировать компьютеры, ноутбуки, телефоны, бытовую электронику, телевизоры, радио и аудио, аппаратуру сразу в одном месте и по самым выгодным ценам. «Орбита», город Канск, улица Московская, 74. Смотри новости пятого канала в социальных сетях. Подпишись на YouTube-канал. Будь в курсе событий нашего города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова